Мы расскажем вам о талантливой девочке-художнице Саше Путре, прожившей всего 11 лет, но оставившей на земле огромное творческое наследие, 2280 рисунков и композиций. Хотя в России ее имя стало известно совсем недавно, оно сразу заняло достойное место в ряду имен детей, которые радуют и изумляют нас ранней духовной и творческой зрелости. К сожалению, некоторые юные жизни в силу самых разных обстоятельств сберечь им удалось. О Саше нам было известно лишь то, что она родом из Полтавы, и мы отправились на ее родину, чтобы больше узнать о ее феномене. Родители Сашеньки встретили нас сердечно и с готовностью доверили свои воспоминания и свидетельства о жизни и отчестве дочери, все, чем владели, что изучали, хранили, осмысливали. Позволили съемку всех материалов, рисунков, записей, дневников, привели в музей имени Саши Кутри в детском саду, где она воспитывалась, в детскую галерею ее имени, показывали места, где гуляли с дочкой и рассказывали, рассказывали, рассказывали. Саша родилась в интеллигентной семье. Отец художник, мать музыкант. Взрастая на благодатной поческой почве, девочка развивалась поразительно быстро, удивляя и родителей, и друзей художников. С трех лет она уже хорошо держала в руках карандаш и кисточку и рисовала, не переставая. Часто засыпала, вся испачканная краска. «Когда я вырасту большой», — говорила она уже тогда, — «я непременно стану художницей и буду рисовать с утра до вечера, даже ночью». Из-за вспоминаний папы. Как-то спрашиваю, дося, а почему ты рисуешь на днище стула? Бумага закончилась? Ой, а как ты увидел? Знаешь, за бумагой надо бежать в другую комнату, а мне некогда. Из маленькой спальни двухкомнатной квартиры отец сделал художественную мастерскую, в которой поставил два стола, себе и Сашеньке. Отец и дочь творили каждый за своим столом, никогда не заглядывая друг к другу через плечо. В тех случаях, когда Саша хотела показать отцу готовую работу или ей нужна была помощь, она тихонько квала ему на стол записку. «Папа, приходи!» Убежденный, что его доченька – это алмаз, который нуждается в огранке, отец сделал попытку обучать ее по академической программе, которую в свое время прошел сам. Этюды, натюрморты, технические приемы, так и так далее. Однако натолкнулся на деликатный, нетвердый отпуск. Больше подобных проб не делал. Как художник, Саша формировалась самостоятельно, руководствуясь своими собственными влечениями, воображением внутреннего, многогранного и неповторимого. Она рисует своих любимцев, будто нежно ласкает их кисточкой, смешных цыплят, котят, щенков. Прекрасные творения, рожденные волшебным воображением Саши-художницы, с этого момента и навсегда остались трепетным откровением чистого детского доверия и нежности братьям-нашим меньшим. Гармония и отношения между людьми и природой – заповедь Саши. Щеночек Бимочка Кот Рыболов Собачка Ника и котенок Тишка в своем замке Праздник зверят Саша считала, что если у людей есть праздники, то и зверят они должны быть. Принцы, короли, рыцари, доблестные и справедливые заполняют ее альбомы. И в этом сообществе она, Саша, принцесса в короне, прекрасная и добрая. В образе спящей царевны тоже легко угадываются ее черты. Принцесса лесная – тоже она. Князь Игорь Ярославна Царь-орел из оперы «Свадьба соек» Рисунок «Это я еще маленькая» Саша объяснила так. Тогда была звездная и темная ночь без луны, и потому у меня такие большие глазки. Неожиданно тяжелая болезнь ворвалась в счастливо-спокойную, размеренную жизнь. Лекемия. Она постепенно и неумолимо наваливается, отбирая силы у девочки. Но Саше не сдается. Только теперь ее сознание вышло за границы земного существования. Бог, галактики, планеты и созвездия – вот куда потянулась за спасением потревоженная душа. Христос, который плачет. Русалочка Андерсона Девочка Мария Дева Мария Это уже композиции другой Саши, той, которая день за днем отвоевывает право на жизнь. Вся семья, объединенная общей бедой, мужественно стояла, оберегая каждый вздох ребенка. Ширятся слухи о необычных рисунках, и в скорости, одна за другой, состоялись две персональные выставки – первые и последние пожизненные. Неожиданно для всех появилась в ее рисунках Индия. Десятки портретов индийского актера Митхуна Чакраборти, исполнившего главную роль в фильме «Танцор диска». Танцующий Букшива, Индира Ганди, влюбленные индийские юноши и девушки. Индийская кинозвезда Рекха Автопортрет в виде шестерукой богини. Отец рассказывает, что Сашенька любила повторять «Но куда подевались еще мои четыре руки?». Интересное совпадение. Второй декабря, когда в Полтаве родилась Саша Путри, православная церковь отмечает день памяти преподобного Иосифа, царевича индийского. И снова прекрасный Митхун, первая Сашина любовь. Поначалу родители не придавали особого значения увлечению дочери Индии, хотя поддерживали его. Они вместе со старшей сестрой и подружками составляли ей компанию в походах на индийские фильмы. Впервые увидев танцора диска с Митхуном Чакраборти в главной роли, Саша без ума влюбилась в него. Она более десяти раз смотрела этот фильм. Митхун Чакраборти стал самой большой Сашиной любовью. За него она готовилась выйти замуж. Она научилась облачаться в саре, постигла сложное искусство индийского макияжа, без ошибок напевала индийские песни, посвящала любимому актеру песни, стихи. Будучи уже тяжело больной, вместе с отцом сочиняла письмо в журнал Индия, выписанное домой по просьбе дочки. Письмо, в котором она просила сообщить адрес кумира, осталось недописанным. Позже последнюю волю исполнят родители, а редакция журнала выделит цветную вкладку для публикации рисунков девочки. Девочка боролась за жизнь шесть лет. Потом попросила родителей отпустить ее. «Я устала, не переживайте за меня, умирать не страшно». Накануне своего ухода, рассказывает Евгений Васильевич, Саша попросила папу приложить руку к белому листу, затем обвела. Потом сверху приложила свою руку, обвела и ее. Закончен наш рисунок после Сашиного ухода. Возле большой луны справа находится звезда. Это Сириус, на который Сашенька хотела улететь. Евгений Васильевич показал нам две фотографии. Одну 11-летней Сашеньке, сделанную незадолго до ее ухода. И вторую, переснятую с нее же, фоторепортером из газеты для посмертной статьи. На второй четко проявились лучи света, исходящие от фотографий. Сашенька ушла с земного плана. Но Евгений Васильевич рассказывает о том, что нередко встречается с нею во сне. В одном из первых снов, которых уже записано отцом более тысячи, Сашенька сказала ему, «Я должна была уйти значительно раньше, но вы так меня любили, что я решила потерпеть». Саша Путрия родилась 2 декабря 1977 года в Полтаве. Ушла из жизни 24 января 1989 года. Ей было 11 лет. Оставила после себя 2280 рисунков и композиций. На стене детсада, где воспитывалась Сашенька, установлена мемориальная доска. Открыт музей Саши Путрия. При галерее искусств в Полтаве открыт детский выставочный зал имени Саши Путрия. Под эгидой Фонда защиты и поддержки талантливых детей проводятся конкурсы детского творчества имени Саши Путрия. С 2005 года эти конкурсы проводятся как международные. С 1989 по 2005 года состоялось 112 персональных выставок в 10 странах мира. Саша Путрия награждена посмертно. Международной премией Республики Индии Нейру Балсамити и призом Колоссарий Авард. Иконой XVIII века Христос Вседержитель. Золотой медалью Христа Спасителя за жизнь, достойную человека. Орденом святого Николая Угодника за приумножение добра на земле. В 2007 году Украина отметила 20-летие со дня рождения своей дочери. К этой дате в Москве состоялась конференция и была организована объединенная выставка, посвященная памяти двум великим юным художницам в Саше Путрия и Надею Крушевой. После этого события возобновился интерес к творчеству Саши Путрия. Выставка снова стала передвижной. Она объездила почти все города Украины и направляется в Россию. Интерес к искусству маленькой художницы снова возрастает. Почему это происходит? Потому что прожита жизнь, достойная человека. Потому что приумножено добру на земле. Редактор субтитров А.Семкин